В соседнем Баймаке, как говорит Ради Хабиров, фонит. В этот раз в Аймасском районе прошел народный сход против разработчиков карьеры, ну, золотодобычков. Прежняя история, старая, но, видимо, что-то в этот раз опять вспучило ситуацию. Почему опять доходит до народных бунтов? И, кстати, собралось достаточно очень много народов, заметили, по кадрам, там прямо на целый митинг можно было натянуть. Да, кто-то говорил, там тысячи человек, но много там было. Вот, ну да, где-то так. Могут ли власти назад отыграть эту ситуацию? Тем более, ведь были какие-то достигнуты договоренности с Роснедрами, что теперь будут лицензии выдаваться с учетом мнений местного населения, якобы даже добытчики будут учитывать какие-то местные особенности и просьбы. А здесь мы видим такую обратную ситуацию. Как так? Ну, Ради Хабиров, как настоящий юрист, должен понимать разницу между договоренностями, между понятиями, по которым он живет, и законами. На данный момент законы о получении этих лицензий не видоизменены. И ни один недропользователь как бы не обязан учитывать вот эти вот хотелки Хабирова, либо его поспешное утверждение о том, о чем, что он что-то договорился там с кем-то. Он вечно со всеми договаривается. А не надо договариваться, надо действовать по закону. Ну, ладно. Теперь то, что касается этого схода, ну, причиной всех волнений по поводу недропользования, то есть добыча то золота, либо там карьеры песочные какие-то, или там щебень, это всегда повреждение ландшафта. То есть когда там эти золотодобытчики роют землю там в 20-30 метрах от околицы на селе, ну, естественно, это вызывает у людей синкразию, да? То есть у них там коровы пасутся, а тут люди копают землю и ищут золото. Ну, плюс еще надо понимать, что есть классовые конфликты, да? То есть те, кто роют золото, и те, кто роются в навозе, это немножко разные люди, они относятся к друг другу очень по-разному, да? Соответственно, вот причины и корни этих всех событий. То, что наши власти так и не научились регулировать взаимоотношения между предприятиями, недропользователями, местными властями и самим населением, ну, говорит о низкой квалификации блока внутренней политики ради Хабирова, который, ну, на мой взгляд, просто отсутствует на самом деле. То есть это вот уязвимое место администрации Хабирова, это неумение работать с людьми, нежелание работать на местах и вообще непонимание, что там происходит. То есть вот этот вот символический Кельсенбаев, который, ну, вот он есть и все. Как бы ни жарко, ни тепло от него. То есть он и есть в воплощении всей этой внутренней политики. Плюс там Прочаковская, которая собирает слухи и прочие вещи. У нас же целый вице-премьер есть, который специализируется на контактах с добытчиками, по-моему, и на контроле над ними. Правда, он сейчас задействован на СВО. А, да, это же Азат-солдат Барданов, который... Ну, так или иначе, он же прямо специализировался конкретно на этой теме. Ну, он большой, это большой специалист по недропользованию. Как раз, по-моему, год назад была такая ситуация, и он взял под кураторство. Да, это крупный специалист в недропользовании. Большая потеря для экологической сферы Республики Башкортостан, я имею в виду его, отъездная своего. Ну, может быть, то, что он уехал и потерян контроль. Ну, конечно, да, и безусловно. Конечно, все держалось на Азате-солдате, безусловно. Тут, конечно, Радий Хабиров должен срочно вернуть его в ряды чиновников, если все еще не сделал это. Ну, или назначить нового куратора. Ну, боюсь, что Министерство обороны может не отпустить. Потому что такой талантливый человек, как Азат-солдат, он проявляет себя на любых должностях. То есть сейчас уже, мы не знаем, до каких он дослужился там званий, но боюсь, что он уже в генеральских чинах может и не захотеть вернуться. — На ваш взгляд, удалось ли администрации Белорецкого района на этой неделе погасить начинающийся конфликт, зародыши конфликта вокруг таджикской диаспоры? Я напомню, что там буквально позавчера была стычка между местными жителями с приезжими из Таджикистана, вроде бы на какой-то бытовой почве, и то ли национальной почве. В общем, все быстро было спущено на тормозах, и Андрей Иванюта выступил с таким успокаивающим заявлением. Удалось или не удалось? — Ну, помните вот эту баймакскую бойню, так называемую? Давно это было, но все примерно было так же. Ну, там все было круче. Там было сожжение техники, мордобой, пробитые головы. Ну, тогда было покруче. Но вообще сценарий идентичный. Бытовой конфликт, конфликт между двумя национальными группами, которые, ну, конфликты, межнациональные конфликты на бытовой почве, это вообще, ну, постоянно возникающие события, да? То есть я не хочу сказать, что это естественно, но это очень обычное дело. Но здесь характерный момент. Когда случился этот конфликт, вот в каком ключе туда вмешиваются правоохранители? То есть или они вмешиваются как миротворцы, ну, или там силы поддержки порядка, да? Это первый вариант. Второе. Когда они вмешиваются как сторона, защищающая только кого-то одного. Вот так было или так показалось в обоих этих случаях. То есть что в Баймайке, что сейчас в Белорецке, были претензии к местным правоохранительным органам, что они покрывают, дескать, вот этих вот товарищей, ну, обвиняемых в каких-то там событиях. Тут, конечно, надо разбираться, надо смотреть в фактическую сторону. Кто кого куда тащил, там, забирали они этих девочек или эти девочки сами поехали. А я вам сейчас скажу, откуда это у вас нападение. Смотрите, Следственный комитет сейчас опубликовал на пресс-филисах, что возбуждено дело по статье 213 хулиганства по факту избиения иностранными гражданами жителей Белорецкого района. По версии следствия, двое иностранцев, временно проживающих на территории Белорецка, проезжая мимо двух девочек и подростков на автомобиле, предложили довезти их. Девочки испугались, убежали. Одна из них рассказала об инциденте отцу, который направился к мужчинам, прояснил ситуацию. В ходе разговора иностранцы избили мужчину. Ну, вот хулиганство. Ну, то есть, по сути, это ведь мы говорим о последствиях, а не о первопричине всего вот этого. То есть, судя по этому пресс-релизу, Следственный комитет утверждает, что в первоначальных действиях этих иностранных туристов не было здесь никакого злодеяния. То есть, они предложили девочкам прокатиться, девочки почему-то испугались и убежали. Ну, я говорю, ситуация такая, в ней нужно разбираться. Очень важно, как в ней первоначально выглядят правоохранители. То есть, на что обиделись жители Баймака, на что обиделись жители Белорецкого в данной ситуации, надо понимать. А Андрею Иванюте, надо это взять на заметку, они обиделись на стилистику поведения правоохранителей. То есть, в восприятии людей правоохранители должны защищать их интересы, а не граждане. Это их приоритет. То есть, правоохранитель должен стоять на страже их интересов. А им показалось, или это было так, я не знаю уж, как там было в деталях, что правоохранители защищают интересы вот этих вот иностранных злодеев. Вот и все. Тут вообще понятийный конфликт, на самом деле. Но еще раз нужно подчеркнуть и понять, что наличие многонационального состава населения в республике Башкортостан требует очень внимательного, очень детального подхода к этим межнациональным взаимоотношениям. Чего в нынешней администрации республики абсолютный ноль. От слова совсем нет. То есть, опять возвращаемся к управлению внутренней политики. То есть, никто этим не занимается. Продолжение следует... Продолжение следует...